Шалом, мои дорогие, адекватные и абсолютно разумные подписчики! С вами ваш верный друг Бебей! Сегодня мы с вами будем рассматривать такую игру, как Hillblade. И прежде чем начать, позвольте заметить, что данный обзор будет немного отличаться от многих других обзоров по этой игре. Очень часто обзорщики, журналисты и простые пользователи обращают внимание не на саму игру, а на то какие же благородные разработчики, которые решили вот сами сделать игру, без издателя и прочих мам-пап, а сами, на свои кровные 10 рублей и бутылку мочи. Но со мной подобный трюк не прокатит. Мне абсолютно насрать, да пусть игру делает хоть мать Тереза или сам Иисус. Если игра вышла говном, я не буду её оправдывать словами, Но ведь люди хотели как лучше, а вот если мы засмём игру, то люди и дальше будут делать свои говёные Call of Duty ради денег. Я за честное отношение к играм, поэтому будем оценивать Hillblade по всей строгости. Поехали! Включая игру, мы видим предупреждение, что лучше всего играть в наушниках, дабы получить полный экспириенс. И это действительно правда. Если вы нищий неудачник с дешманскими колонками, то сосите куриную залупу, наушника боги выиграли эту битву. Сама же игра начинается с того, что главная героиня плывёт на лодочке, а женский голос потихоньку начинает нам рассказывать о том, что же здесь происходит и как мы здесь оказались. А вообще эта катсцена на лодочке будет идти около 7 минут. Достаточно долго, я вам скажу. Внимательно слушаем рассказчицу и нихуя не понимаем. Потому что вся история подаётся рассказчицей очень специфично и артхаусно. Единственное, что нам пока что дали понять, это то, что Сенуа, а так зовут главную героиню, приплыла в Хель. Эдакий мир мёртвых в скандинавской мифологии. Кстати, уже начиная с катсцены, нам преподносят местную фишку игры. Голоса в голове. Именно ради этого мы и юзаем наушники, дабы полностью почувствовать, как нам нашёптывают всякие штуки в наши уши. И сделано это для того, чтобы показать то, что нашей главной героине с головой вообще нихуя не всё в порядке, блядь. Вообще разработчики в этом плане очень постарались. Они специально позвали психиатров, дабы во всей красе показать психоз и сумасшествие. Я говорю про реальное сумасшествие с бредом и измазыванием стен говном, а не про вот эти подростковые розовые сопли. Я псих, я псих, я такой сумасшедший социопат, битурт с двуща, прямо как жукир за Бутмана. Хи-хи-хи. А why are you so serious? Хи-хи-хи-хи. Сенуа доплывает до берега, и дабы не было желания вернуться, отпинывает лодку нахуй. Сразу после этого нам показывают местные коллектаблсы, которые являются, по моему мнению, самыми лучшими в своём роде. Поясню. Дело в том, что эти тотемы, при фокусировке на них, рассказывают нам какой-нибудь факт из мифологии, или какие-нибудь истории и легенды. Так что лично для меня это было, как минимум, интересно собирать их. Кстати, в игре таки очень качественная графическая составляющая. Видно, что делали люди, которые знают своё дело. А про анимацию лица даже говорить ничего не надо. Постепенно нам начинает открываться сюжет, и мы понимаем, что Сенуа отправилась в этот мир ради любимого человека Диллиона, которому сорвали резьбу на жопе, и теперь его душа находится у Хеллы, местной заправлялой ада. Также Сенуа с собой таскает головы этого самого Дилдакона. Зачем, спросите вы? Ну, наверное, чтобы скучно не было, тот же Уилсон из Изгоя, только не мячик. Эх, местные пейзажи потрясают разум своей красотой. Мне даже не хотелось уходить с этого красивого берега. Водичка щекочет лапки, ветерок обдувает ебало, голоса ласково гроулят в ушко. Эх, как будто попал не в ад, а в солнечную Чечню. Чуть позже мы встречаем нового для нас персонажа, Друт. Кстати, разработчики не парились, и вместо того, чтобы отдельно делать модельку Друта и других подобных персонажей, они просто взяли, отсняли на зеленом фоне актеров и вставили в игру. Выглядит прикольно, но тут каждому на свой вкус и цвет. Друт становится проводником в нашем путешествии, и довольно часто будет нас радовать советами или какими-нибудь забавными фактами. Тут же Друт нам рассказывает про руны, и нам открывается довольно спорный элемент геймплея. Рунные пазлы. Очень часто нам будут попадаться двери, которые нужно открыть с помощью рун, которые нарисованы на дверях. Мы концентрируем на них внимание бабищи, и образ этих рун отпечатывается у нас в голове. Теперь же нам надо найти что-то похожее на эти самые руны. Допустим, сейчас на эту руну очень похожа вот эта тень. Концентрируем внимание, и вуаля, руна найдена, а дверь открыта. И тут вы меня спросите, а что тут спорного? Ну, начнем с того, что это не головоломка, а самый банальный пиксель-хантинг. Тут нам не нужно думать и решать задачки. Тут нам надо просто всматриваться в каждый ебучий сантиметр, в каждую залупу, дабы найти что-то похожее на руны. И ладно, если бы нам надо было искать такие руны, ну штук пять за всю игру. Но тут нам реально дают эти рунные поиски чуть ли не так же часто, как головоломки в портале. Несколько минут спустя бабища находит ворота, которые ведут в хель. Однако, все не так просто, как мы думаем. Внезапно все темнеет, и Сенуа обращается к самой Хеле с просьбой. Бля, ну отпусти моего дилдогона! Че ты как это? Ну по-братски отпусти! Где твоя бабья солидарность? Хела внимательно выслушала и дала ей понять, что хуй ей за щеку, а не ее дилдокоман. И наслала проказу на ее руку. А вообще, меня очень поражает актерская игра актрисы, с которой копипастили модельку для главной героини. Такие эмоции я даже в кино не часто вижу. После того, как рука бабища покрылась гуталином, на нас нападают. Тут же мы узнаем об его системе в этой игре, которая проста, как очко дегенерата. Мы можем делать все стандартные действия. Легко бить, тяжело бить, перекатываться, ставить блок и пинать. Еще мы можем разбегаться на врага, но вы редко будете этим пользоваться, честно. Спустя пару убитых пидорасов на нас выходят пидорасы воздушные, которых мы пока что тронуть не можем. И тут игра совершает сразу главную ошибку, которую, ну, я просто не одобряю. Тут мы вынуждены умереть. Игра не дает никакой возможности, никакого выбора. Ты можешь перекатываться хоть до второго пришествия Христа, но толку от этого будет нихуя. Поэтому мы вынуждены сдохнуть. И это, блядь, хуёво, знаете ли? Никогда так не делайте, кому вообще в голову пришло, что это будет хорошей идеей. Иногда бывают такие моменты, что игра насильно заставляет нас сливать персонажа, но в такие моменты надо хотя бы дать понять, что так и надо. А то некоторые люди, например, такие, как я, будут, блядь, до последнего драться, боясь проебать. А теперь я хочу официально попросить прощения у людей, которые уже прошли Хиллблейд и эмоционально привязались к Сенуа. Чего? Ого! Во? Сенуаааа! Себе! Субтитры делал DimaTorzok А именно наша смерть Будет происходить часто, то наша рука будет все больше и больше гнить и чернеть И все это аргументируется тем, что после каждой смерти гниль все больше проникает в Сенуа И такими темпами она может дойти до души А когда она дойдет до души, игра официально закончится И нам придется начинать всю игру сначала Нихуевая мотивашка Тут же нам говорят, что врата в Хель закрыты И чтобы их открыть, нам надо убить двоих усобых пидорасов Огненного Гондона Сурта и местного Вороньего Дзинчита Вальравна Ну, делать нехуй это жизнь, ты не плачь, за хуй держись Идем в левую дверь к Вальравну Там нас ожидает череда головоломок, которые действительно являются головоломками Их суть заключается в том, что нам надо найти способ, как соединить ворон в подобную печать Если вы не поняли, то вот пример Мы находим точку обзора, под специфичным углом смотрим на ворон и соединяем их в печать В принципе, ничего сложного Решаем все задачки и добираемся до петуха Во время битвы с ним нам открывает новую механику, которую мы будем активно использовать в бою Это своеобразное замедление времени С помощью него нам будет намного легче бить врагов А также мы будем иметь возможность бить тех воздушных гондонов, которые нас первый раз убили Вообще, этот пернатый оказался намного легче, чем я думал Если понять его тактику, то его лицо можно поделить на ноль, даже не потея В итоге мы пизданули петуха и идем дальше Теперь нас ожидает путь к огненному гондону Сурту Возвратившись к развилке, на нас нападает новый вид врагов Я их называю долбоебы с булавами От предыдущих противников они отличаются тем, что они бьют медленнее, но мощнее А некоторые из них еще вооружены щитами Они тоже особых трудностей не доставляют, хотя я играю на максимальном уровне сложности Я же не пуся На пути к огненному пятерасту нас будут ожидать головоломки с пиксельхантингом Будем искать те самые руны, дабы открыть двери И это не особо весело, если честно Надеюсь, нас больше не будут кормить этими говянами, в скобочках, головоломками Я вообще не понимаю, кому в голову пришло, что заставить игроков, блять, вглядываться в каждый уголок В каждую залупу, дабы найти очертания долбоебских ирон, будет интересно Добираемся до пламенного залупыша и даем ему тоже пизды К слову, эти боссы вообще не представляют опасности Тактика боя с ними проста как анус и легка как залупа Да еще и эти ее читерские перекаты, во время которых Сенуа, блять, бессмертна Тем более позволяют давать нам пизды врагам вообще не напрягаясь Огненный дегенерат мертв, а значит теперь можно открыть врата в Хель После того, как Сенуа открыла врата, мы видим катсцену, где нам представляет новый голос в голове Сенуа Который также будет рядом с ней говорить всякие вещи во время игры Кстати, маленький спойлер, этот голос принадлежит ее батяне Который будет ее унижать и дезморалить во время всего путешествия Вот так я понимаю, я даже не думаю, что разработчики смогут так точно передать образ типичного русского бати На мосту мы убиваем несколько бомжей, а также у нас тут появляется новый вид врага, двуручный бомж Решаем пару тупых головоломок с поиском рун Вот реально заебали эти головоломки, рот его ебал, ну ебаный рот И стычаем ту самую Хеллу, у которой наш возлюбленный И вот вроде бы готовимся к эпичной драке, прямо в стиле Жожи Как вдруг Сенуа падает и дает заднюю Мои мысли по этому поводу полностью передал голос ее батяне Сенуа получает знатный такой пиздюль и падает с моста Следующая часть игры показывает нам сомнение бабища Мол, я не смогу, я такое говно, да еще я и меч проебала А вообще я тянка, что я, блять, сделаю в аду Однако голос ее любимого говорит Сенуа, да шо ты как это, вставай, ебаный ты шашлык После такой пламенной речи наша цыганка встает и идет дальше Теперь наша задача найти нам оружие, которое поможет пиздануть Хеллу И тут нам как раз попадается легендарный меч Грам Цыганка хочет его сцыгарить, как тут нам говорят, что сначала ты должна показать, что ты знаешь ли ни хуй с горы и достойна этого замечательного оружия И легче всего это доказать через прохождение нескольких испытаний Вообще испытания не сложные, но тем не менее весьма интересные Где-то нас заставляют ходить в темноте, опираясь лишь на озвуки, где-то нам дают знатно так просраться и побегать от какой-то огненной залупы А где-то заставляют проходить ебаные лабиринты Весьма неплохо Выполняем испытания и берем убермечек Вау, этот меч нам теперь дает возможность сделать более мощный удар Вау Классно, блять, не зря старались, охуеть Игра делится с нами новыми игровыми механиками так щедро В начале игры нам дали замедление времени Тут дали возможность сделать мощный замах Тут, кстати, нас знакомят с новым видом врагов, которого я называю Прыткий пидорас Ну а вообще, если быть честным, тут официально я заявляю, что игра начинает люто сдавать в позициях Бои начинают сосать лютый щелен, так как разработчики, видимо, решили пойти по стопам советских офицеров И прямо как с сороковых начинают нас банально закидывать мясо Я серьезно, это уже не бои, а какой-то геноцид жителей ада Да, бои не особо сложные, но они больше рассчитаны на своеобразные дуэли Даже разработчики говорили про то, что боевка специально сделана более интимной Чтобы мы чувствовали противника Однако, когда на тебя нападают несколько врагов, эта боевка летит просто по пизде Так как это просто становится неудобно Да и вообще, с каких пор увеличение количества врагов Это, блядь, эволюция геймплея в игре Когда вы создаете игру, то вы должны дать понять игроку, что игра не стоит на месте Достигается подобное двумя путями Первый способ, это разнообразие игровых ситуаций Те же Naughty Doggy в своих играх стараются засовывать игрока в совершенно разные ситуации Дабы игра не была однообразной и скучной Да что уж там, сами разработчики Hellblade в своих играх старались сделать игру как можно более разнообразной Ну а если же вы не особо умный разработчик, ну дурачок тупой И ума у вас на это нет, то можете идти более легким вторым путем Добавьте прокачку Да, я знаю, что это плохой способ, но тем не менее, игрок будет чувствовать, что игра не стоит, блядь, на месте Но Ninja Terriers, которые создавали такие пиздатые игры, как Heavenly Sword, Enslaved или тот же DMC Как вдруг внезапно они об этом нахуй забыли И тут появляется весьма логичный вопрос А, блядь, почему? Я знаю, что разработчики говорили о том, как издатели заставляют других разработчиков пихать в игры то мультиплеер, то прокачку, то, блядь, не знаю, совместное прохождение через сплитскрин и другую кучу всякого дерьма Но это не означает, что теперь надо делать голые, блядь, и унылые игры Чуть позже мы обнаруживаем нашего нового врага Это волк Гарм Пес вынуждает нас все время быть на свету, так как Тинотем быстро сожрет цыганкину сраку И вроде бы, вау, разноубрейшен Но нас все равно заставляют искать ебаные руны Но теперь только на свету Спустя пару головоломок нас ожидает катсцена, где Сенуа проебывает все полимеры и роняет голову любимого в ебаную пропасть, в логово этого самого волка К слову, хочу заметить, что если бы голова реально упала с такой высоты То упав, она бы, скажем так, разъебалась как ебаный арбуз при падении с пятого этажа Но кого это ебет, блядь, это же всего лишь, я не знаю, блядь, законы мироздания И теперь наша задача пиздовать к волку в логово Иначе, пиздец, миссия провалена нахуй, мы тогда вообще сюда вообще нахуй сувались, а К слову, волк, как и другие боссы, сосет огромную чеченскую жопу Так как убивается достаточно легко, если понять тактику А вообще, жалко этого зверя Вы только представьте себе Сычуете вы такие в своей берлоге Лампово смотрите аниме Гладите свой собачий болтик на боку нодоги Как вдруг к вам врывается какая-то узбечка, блядь С каким-то мечом, светящимся, как залупа Фродо И начинает вас хуярить Неужели подобное позволительно в нашем обществе? Я считаю, что нет, поэтому давайте поддержим этого песика лайками Близится конец игры и нас ждет финальная битва между Татаркой и Хелой Награда за победу Анус нашего любимого И тут я даже воудушевился, ведь финальные битвы это вам не поиски рун и теребление башкирской жопы Тут вам и пиздатая музыка, и классные визуальные эффекты, и эпичное нытье казашки В общем, все, что мы любим Однако разработчики сделали нечто, что я запомню надолго Последняя битва была самой потной за всю игру Во-первых, нас закидывают просто огромным количеством мяса Я серьезно, просто огромным Я перекатывался и уворачивался, как ебаный Джеки Чан Хоть сражаться было и неудобно из-за дебильной боевки Но все же я старался как мог Во-вторых, нас периодически станет на пару секунд Из-за чего в такие моменты мы открыты для удара, и нас спокойно могут нахупить В-третьих, это лютая дезмораль музыкой А она неплохо так давит своим мотивом И ебаные шептуны в уши говорят Мон, у тебя нихуя не выйдет, ты просто сдайся Но тут я сказал Я не привык просто так сдаваться Это финальная битва, и я буду сражаться во всю силу Ты, игра, можешь пытаться мешать мне, дезморалить меня Но я не сдамся и буду сражаться во всю силу Это я и делал Около получаса моя мордовка каталась туда-сюда Била, выхуяривала комбо Останавливала время, чуть не дохла нахуй Но тем не менее мы сражались как могли Однако, это было бесполезно Помните тот момент, когда мы просто были вынуждены умереть? Тут они сделали то же самое Враги так и будут появляться, как бы вы ни дрались Делитесь вы хоть час или два Вам не победить Да даже если вы ебаный чемпион в Dark Souls И самый настоящий Legend Never Dice Вам все равно не победить Это самый ужасный и гнусный плевок в лицо Такое не прощают Однако, проблемы на этом не заканчиваются Сейчас я вам кратко перескажу концовку игры А вы приложите лед к своей жопе Сынуа подходит к Хеле и пуская сопли с мочой Просит отпустить ее любимого Хела внимательно выслушала узбечку И насадила ее на кукан После этого голос говорит Сынуа, что надо уметь отпускать И Хела с лицом Сынуа выкидывает голову Дилдиона в пропасть В итоге оказывается, что все это путешествие в аду Было иллюзией и бредом в голове Сынуа Которая олицетворяла внутреннюю борьбу и тоску по близкому человеку Конец То есть мы прошли этот путь через ебаный ад Только ради того, чтобы нам сказали Отпусти Знаете, я тут даже говорить ничего не буду Потому что действительно есть люди Которые нашли подобный слив сюжета Захватывающим и логическим Я же считаю, что это уныло и предсказуемо Какие мы можем сделать выводы? Игра Хилблейд это эксперимент Который я считаю провальным Но тем не менее весьма поучительным Да, игра вышла унылой Скучной Однообразной Но с очень классной визуальной составляющей Не скажу, что сюжет уж плох Тут есть интересные моменты Классные рассказы о скандинавской мифологии И несмотря на слив концовки За борьбой с Сынуа Достаточно интересно наблюдать Из этого следует вывод Что они лучше бы сделали своеобразную визуальную новеллу Или нечто подобное Дабы мы просто могли за всем наблюдать Без какого-либо геймплея Потому что геймплей, ну реально, сосет в жопу Без этих ебаных головоломок и ебучих драк Была бы еще более-менее терпимой Но так она даже на 4 Нет, даже на 2 из 10 не тянет Да что уж там Даже ценник там в 700 с хуем рублей Кажется, ну уж очень большим за такое говно Потому что в эту игру играть себе вредит Я вообще удивляюсь, как люди могут хвалить эту игру Это ж каким надо быть лицемерным снобом Чтобы хвалить реально провалившийся проект Тупо потому что Ну это арт-хаус, вы что не так поняли, блядь? Тут атмосфера типа, блядь, такая Вы просто ничего не понимаете? Вы все быдло Это все равно, что есть пирог с говном Тупо потому что Ну повара ведь старались Если мы не будем есть этот говно То эти повара больше не будут печь такие пироги Поэтому давайте все купим этот пирог с говном Но мы будем кушать Я все понимаю Да, разработчики старались Да, разработчики показали нам Что вполне возможно сделать инди-проект С маленьким бюджетом Но при этом с нормальным визуалом А не эти, блядь, пиксели ебаные Этим они утерли нос всей инди-индустрии Я не спорю Но в того же Айзека играть интереснее Тупо потому что Там есть то, чего нет у Хеллблейда Это, блядь, геймплей Это сама игра И если у меня будет выбор Играть в пиксельную игру с геймплеем Или в унылое говно Но с пиздатым визуалом Я выберу пикселя Потому что этот пирог хоть и выглядит страшно Но он хоть не с говном внутри Спасибо за внимание Дорогие друзья Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok